В Белгороде двое бывших полицейских отправятся за решётку. Как установили следователи и суд, Александр Гоптарёв и Андрей Воликов до смерти забили задержанного. Тему продолжит Максим Мовчан. Теперь уже бывший белгородский полицейский Александр Гоптарёв и Андрей Воликов, обвиняемые в избиении до смерти задержанного прямо в отделении, грустят на скамье подсудимых. Скрестив руки, потупив взор, они терпеливо выслушивают свидетелей в громком уголовном деле. Эта девушка в тот день тоже находилась в камере и всё видела. За шею взял его за одежду и вытянул его в коридор. Всё произошло в январе этого года. Полицейские задержали мужчину после домашней ссоры, затащили в камеру и нанесли несколько ударов. Потерпевший выразил недовольство. Дальше события развивались стремительно. Оскорбления и угрозы начали поступать в конкретно мой адрес. Я решил применить спецсредства на ручнике. Вот кадры того самого применения спецсредств. Полицейский в гневе снимает часы и бросает их на стол, после чего отправляется на экзекуцию, предусмотрительно отвернув одну из камер наблюдения в сторону. Но вторая предательски снимает. Видно, как сотрудники МВД вытаскивают мужчину из камеры, бьют головой об стену, затем об другую, после чего валят на пол. Его пинают ногами, затаскивают в туалет и снова бьют. В итоге задержанного бросают в коридоре. Полицейские прогуливаются по отделу, наступая мужчине на руки и на ноги. Спустя два дня он скончался. Очевидцами преступления стали не только другие задержанные, но и сотрудники МВД. Открыл дверь, вытащил его. Понял. Сиди, ударил его в стену. А точно помните, о какой стену? А поэту или оттуда? Ну, вот так, вылетел. Вылетел, да. Когда мужчину перевели в больницу в тяжёлом состоянии, полицейские догадались, дело с рук не сойдёт. Сначала они пытались подкупить свидетелей, а когда поняли, что это бесполезно, начали тонко намекать. Город небольшой, мол, скоро встретится. Он обещал ему денежное вознаграждение за молчание. Также пытался Гоптарев показать психологическое воздействие на свидетельницу, которой Гоптарев обещал за молчание передать свой автомобиль. В итоге бывшие полицейские так и не признали своё вину. Они до последнего утверждали, даже несмотря на записи камер видеонаблюдения, задержанный жестоко сопротивлялся. Решением суда Гоптарёв и Воликов отправились по другую сторону тюремных решёток. На 9 и 3 года соответственно. Максим Овчан, Александр Цаплин, 200, дежурная часть.